Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Наконец-то у меня лицо зажило, и у меня уже все, нету отека. Подбородок мой готов, губы тоже мне все безумно нравятся. Некоторые не сильно видят разницу, но косметология как раз-таки заключается в том, что ты становишься краше, но не совсем понятно, что ты сделала. Сегодня у нас наггетсы, три разных соуса. Это барбекю, кисло-сладкий и сырный, мой любимый. Давайте начнем. Я очень соскучилась по наггетсам, я обожаю. Это просто душу дьяволу могу продать за наггетсы и за роллы. В общем, мне мои изменения во внешности нравятся, это самое главное. За последнее время я сделала вывод. Что в первую очередь в этой жизни надо любить себя. Все остальное потом. В первую очередь любовь к себе. Вот когда вы полюбите себя всецело, тогда вы почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком. Неделя у меня был отдых от спорта. Сегодня опять пойду. Вкуснотища. Кушаю фастфуды, иду на спорт. Я пробовала быть на правильном питании, но я худею очень быстро, скидываю килограммы, поэтому вынуждена кушать то, что мне нравится. Вы же знаете мое хобби – сожрать. Подготовила вопросы. Привет, Айка. Есть ли отмотать время назад, что бы это изменило в своей жизни? Если честно, у меня ужасная память, и вспомнить все свои ошибки я просто не в силах. Но их было очень много. Особенно, когда я была подростком. Дружила, общалась с людьми, которые неуважительно ко мне относятся. Со временем я больше полюбила себя. Вообще-то много ошибок у меня в жизни было. Мне кажется, как и у любого человека. Вот любой человек обернется назад и вспомнит дофига ошибок. Надо было покупать биткоин, когда он стоил 1000 долларов. Вкуснотища. Ну, самое, пожалуй, глобальное. Это тянуть то, что не тянется. То есть думать, что люди поменяются. Там, не знаю, человек как-то осознает свои ошибки, что-то изменится. Нет, мои хорошие, люди не меняются. Они какие есть, какие остаются. Просто мы у себя в голове кого-то идеализируем и думаем, нет, вот все-таки он лучше стал. Например, если бы вернуться бы назад, я бы начала вести свой канал с универских времен. Рассказывала бы про поступления, про экзамены, как я готовлюсь, показывала бы это все. То есть я реально жалею, что я начала свой канал достаточно поздно. Я была уже на четвертом курсе, уже заканчивала универ, вот тогда я завела свой канал. У меня был канал на азербайджанском языке, он очень хорошо развивался, а потом я его удалила. Очень зря можно было перейти просто на русский язык и продолжить вести или продолжать вести на азербайджанском. Просто на азербайджанском я не нейтив, то есть я не могу выразить свою мысль прям грамотно, хорошо изложить то, что я думаю, как-то пошутить и так далее. Поэтому как бы перспективы моего азербайджанского канала оставляли желать лучшего, но все же. на азербайджанском и так далее. я говорил, что я говорил, ты не так накрашена, ты не так ходишь, у тебя какой-то вкус не очень. Вот я просто терпела такое отношение к себе. Если вернуться назад, то я бы всем очень жестко поответила. когда мы заканчивали школу, нам учителя говорили, вот вы будете скучать по школьным временам, как вам будет не хватать этого всего. абсолютно искренне. Могу сказать, что я начала чувствовать себя счастливым человеком после того, как я закончила школу, закончила универ, вот все это закончилось. ни капли сожаления у меня не было по этому поводу. Наоборот, я начала чувствовать себя прям супер. Конечно, естественно, я жалею об упущенном временем. Когда училась в универе, была куча свободного времени. У нас был учитель по-английскому носитель. То есть он не говорил ни по-русски, ни по-азербайджански. И универ предоставлял эти все возможности просто так. То есть ты не платил за это. И мы не пользовались этой возможностью. Даже учителя нам говорили, что вы получили вы потом не найдете эту возможность. Вы потом платить за это будете. Используйте это. а мы не использовали. Какие наггетсы вкусные. я прям обожаю мак. Вот любой другой фастфуд да простят меня все местные, но ну не то. Как бы они ни старались, что бы они ни делали, вот сделать такие наггетсы, даже вот мама готовила, все равно не такие. здесь было 20 штук. Мне кажется, я съем все. Я даже и 30 съем, потому что наггетсы это просто ван лап. Я посмотрела одно видео в тиктоке. Это видео прям заставило меня задуматься. Там автор видео говорил о том, что если так посмотреть, в среднем люди живут где-то до 60. то есть учитывая, что плюс-минус 25 мы уже прожили. А сколько-то остается? Остается не так много. Потом он посчитал в днях, сколько это делаете, сколько в часах. И прям у меня, знаете, такие мурашки по телу. Вот нам кажется, жизнь она бесконечная. Мы готовы портить свою жизнь ради каких-то людей. К примеру, с кем-то ругаться, выяснить отношения, говорить о своих претензиях. Не только отношения касается, но и, например, дружбы и всего этого. Если просто задуматься, зачем столько энергии тратить на людей, с которыми, например, тебе не по пути. Жизнь, она очень коротка. Она очень быстро идет. Зима, лето, зима, лето. Так притекает наша жизнь. И моложе, чем сейчас, мы уже не станем. И вот некоторые меня спрашивают, вот в универские годы ты сидела дома, а в школьные годы ты сидела вот так вот с телефоном. то есть не было активной жизни. Неужели, Айка, ты не жалеешь об этом? Честно, не могу сказать, что я жалею об этом. Нет. Мне было тогда комфортно, мне было тогда хорошо. Для каждого человека есть своя зона комфорта. Для кого-то это может быть просто дома у пульта, то есть ему в кайф. А кто-то может просто это время провести, например, на пляже где-то или в горах там, в палатке. Вот так или иначе наша жизнь с вами идет. И моложе, чем сейчас, мы же с вами никогда не будем, к сожалению. Конечно, такие темы не стоит затрагивать на мукбанках. Но я очень много интервью Илона Маска смотрю о том, что он говорит, о том, что будет после смерти. Конечно, нам никому умирать не хочется. Хочется прожить длинную, долгую жизнь. Я реально хочу жить очень долго. Вот, не знаю, мои знакомые какие-то говорят, вот прожить бы 60 лет в здравии и достаточно. Я из тех людей, я хочу жить 90, я хочу жить 100 лет. А вот как можно больше. Вот куплю тачку, я на ней гонять не буду. Я буду очень аккуратно водить. Мама меня всегда называет трусишка. Твиксик всегда всех боится, и мама говорит, вот Твикс тебя, а ты тоже трусишка. Например, подземный переход. Я стою, например, 20 метров от подземного перехода. 20, 30, не важно, я обязательно дойду до этого перехода и пройду дорогу через переход. А маме всегда в лом. И мама говорит, пройдем здесь, ничего не будет, пошли, здесь не штрафуют. я говорю, что нет. Я хочу жить долго. Конечно, не мне это решать, понятное дело. Но я осознанно никогда не иду на какие-то риски. Например, прыгнуть с парашюта, какой-то экстремальный отдых. Зачем? Мне нравится моя размеренная жизнь. Есть люди, которые вечно недовольны своей жизнью. Например, они покупают машину, там, не знаю, какой-то мерседес и думают, вот люди водят Бентли, а вот у людей есть самолеты, у людей есть яхты. С таким подходом можно вообще никогда не стать счастливым. Я считаю, что если на одного человека в месяц тратить тысячу долларов для меня это вот так достаточно. Тысячу долларов в месяц покроет все мои хотелки. то есть мне от жизни как бы сильно много не надо. Близкие, чтобы были здоровые, рядом все было хорошо. это какие-то заоблачные цели я в своей жизни не ставлю. Квартиру купила, скоро куплю машину, я просто сама не могу в это поверить, иногда я вот думаю, мне нет 30 лет, а у меня уже квартира машина. это же круто. А все остальное подтянется, все остальное потихоньку будет. Читаю комментарии, некоторые прям меня жалеют, что мне не надо жалеть, у меня все отлично. И будет отлично. это был последний наггетс. Я хотела один оставить твиксику, потом в конце забыла. Надо просто скрыть от него факт, что дома были наггетсы, чтобы он не обижался. Какой-то у нас сегодня философский мукбанг получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это было так, то ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Айка. Пока.